Взгляни на свои девайсы и посмотри сюда. Хочешь такие? Все тотально просто. Заходи на MoreMMR и не поленись пройти всего лишь 5 заданий. QCyber их дарят только самым лучшим. Покажешь, что ты достоин. Сменишь свою клавиатуру на топовую от QCyber. Будешь непобедимым. Лучшая игровая мышь останется навеки с тобой. Do you want more? Заходи на MoreMMR и познаешь реальный кайф наяву. Приветствую всех, с вами Межарк и сегодня мы поговорим о лучших героях бустеров, а также узнаем почему выбирают именно их. Бон Флетчер один из самых популярных героев среди бустеров. Его можно увидеть гораздо чаще остальных. Основная причина в простоте этого персонажа. Он не требует особого напряжения или концентрации на игре и позволяет играть более расслабленно, но при этом не теряет свою силу. Также очень важный фактор это сноубол, который обязателен в герое для буста. Учитывая, что большинство бустеров выбирают центр для своей работы, то все, что требуется от игрока второй позиции, это наводить шумиху по карте. И Клинкс отлично справляется с поставленной задачей. Еще герой независим от артефактов и уровня в начале игры. То есть даже при проигранной линии ему будет достаточно иметь какой-нибудь седьмой уровень и условную медальку, чтобы камбэкнуть в игру. Также Бонник имеет большой урон по вышкам. А этот показатель также очень важен при бусте. Клинкс, конечно, всегда был популярен среди бустеров, но за последние полгода его так сильно заапали, что поднимать на него рейтинг стало еще проще. Бруда. Паук тоже очень популярный герой, но далеко не все бустеры имеют его в своем пуле, из-за сложности игры и технических характеристик компьютера, которые нужны для комфортной игры на этом герое. Раньше, конечно, Бруда зачастую использовалась на сложную линию. У нее был инвиз и она спокойно могла унизить криплу. Но после того, как Бруду апнули и убрали невидимость, какие-то гении придумали пикать ее в мид. И трон стал падать намного быстрее. А винрейт взлетел. Бруда очень легко зарабатывает преимущество в миду, а вот стоять против нее на равных могут всего несколько героев. Такие как Тинни, Кунка и иногда Шейкер. А вообще Бруде в принципе пофигу на линию, из-за возможности быстро перемещаться и фармить лес. Даже если вы будете просто выходить и убивать двух хрепов из пачки, у врага все равно будет меньше уровень и нетворс, из-за вашей возможности быстро качать лес. Бладсикер. Уже менее популярный, но не менее сильный герой для буста. Отличается от остальных тем, что может сам убить всю уражескую команду и не так уязвим к лейтгейму. Может идти на две роли, но иногда бустера играет им и в лесу. Если все-таки Сикер идет на центральную линию, то почти всегда он ее выигрывает. Основная сила заключается в его пассивке, а поскольку сейчас все стоят 2-1-2, то Сикер будет постоянно разгоняться и иметь преимущество по урону ему в спиду. Сикер имеет отличный фарм потенциал и может спокойно соперничать в лейте с сильными корами по типу тиражблейда и антимага, но кроме того он может затерпеть. Он также отлично сноуболит карту и выигрывает за условные 20 минут. Также очень разнообразен в билдах и в принципе по геймплею интереснее, чем Бруда и Бонник, но это все лично мое мнение. Инвокер. Герой, который уже не так силен, как раньше, но все еще показывает достойный результат в умелых руках бустеров. Реализовывается самыми разными способами и имеет довольно высокий винрейт среди тех же бустеров. Инвокер, конечно, тоже имеет возможность сноубола, но из-за того, что его основная сила в магии к мидгейму он может просесть, когда у противников появятся БКБшки. В миду также не имеет прямых контрпиков и стоит против всего. Главное уметь ласт ездить и держать линию. Также очень хорош в плане набора уровня, из-за санстрайков, которые дают экспу при убийстве по всей карте. Ну и основной его плюс в разнообразии. Если Бруда, Бонник и Ситер однобойкие герои с одним и тем же стилем игры, то у инвокера всегда разный геймплей. И когда играть это твоя работа, разнообразие очень важный пункт. Хоть я уже и давно не видел бустеров на Тинкере, раньше этот герой был довольно популярен и использовался почти каждым бустером. Меньше их стало, потому что против Тинкера более-менее научились играть, а на самом Тинкере из-за этого стало играть намного труднее. Нужна постоянная концентрация и внимательность. Также нужно обладать реакцией, чтобы не дай бог тебя не словили без байбэка, или не произошла еще какая-нибудь подобная ситуация. Хотя на лоу рейтинге на Тинкере до сих пор играть довольно просто. Его пытаются контрить где-то после трех с половиной тысяч, а до этого можете лазерочек дать, ракетки дать, гавриков запустить и на базу хидиться. Имеет ту же проблему, что и инвокер. Отсутствие физического урона. Из-за магии Тинкеру также очень сложно играть против героев с БКБ, но прямых контрпиков все равно не имеет, как и любой герой для буста. Кроме всего у Тинкера отсутствует урон по вышкам, один из главных показателей, о котором я говорил в начале. А значит придется кооперироваться с командой и пытаться подтолкнуть их на гениальную идею спушить врагам в сторону. Учитывая всех этих героев, можно выделить показатели, по которым их выбирают, чтобы правильно ориентироваться при выборе героя для себя. Первый показатель, на который мы смотрим, это то, как герой стоит линию. Если с этим все в порядке и линия в 90% случаев выиграна, то все хорошо. Если же нет, то обращаемся ко второму показателю. Возможность фармить леса или убивать героев с минимальным количеством артефактов. Если ваш герой может фармить леса в больших количествах, то можно даже не делать упор на линию. Если вы вдруг чувствуете сильный прессинг, как это часто бывает у бустеров, когда враги понимают, что вот на Тинкере бустер и всей командой бегут его убивать в мид, то лучше отправиться в лес и попробовать вынести там свои артефакты. Если же вы можете убивать как Бонник, то старайтесь сделать это как можно больше, при этом не умирая, поскольку Клинкс не умеет быстро фармить, ему нельзя умирать и терять сноубол. Урон по вышкам тоже очень важный показатель. Все герои, кроме Тинкера, имеют его предостаточно. Но есть еще около 10 героев бустеров, которые справляются с задачей пуша неплохо. Отсутствие урона по вышкам не делает героя плохим для буста, а просто делает его слабее. Поэтому Тинкеров, Девцов и Штормов все так же можно пикать, но придется кооперироваться с командой. Сноубол. Чем больше убиваешь, тем сильнее становишься. Это норма для каждого героя, но у некоторых из них намного ярче выражена сила с уровнем и деньгами. Поэтому герои, которым надо мало артефактов и мало опыта для того, чтобы уничтожать врагов, отлично подходят под этот показатель. Ну а на этом мы будем заканчивать. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и добавлять меня в ВК. С вами был Межарк. Всего доброго.